Александр Невский Великий русский правитель, полководец, политик, святой, особо почитаемый в народе. Деятельность князя Александра оказала решающее влияние на судьбу страны. Благодаря его выдающимся военным победам были сохранены самобытность русских людей, их православных традиций. Великий полководец никогда не проигрывал сражений. К заслугам князя относят начало сплочения русского народа, который смог противостоять отражению с запада и избежать гибельного для Руси союза с папством и попыткам заменить католицизмом православную веру. А на Востоке князь Александр сумел выстроить такие отношения с Ордой, которые обеспечили сохранение Руси от постоянных набегов кочевников. Николай Константинович Рерих, художник, писатель, ученый, он в своих очерках обращался часто к образу Александра Невского и всегда писал о нем в череде других героев, полководцев, государственных деятелей. А вот в художественном творчестве Николая Рериха образ Александра Невского прошел нитью от начала XX века к героическим страницам Великой Отечественной войны. Мы с вами рассмотрим картину, вернее, несколько картин, посвященных Александру Невскому. Итак, картина «Александр Невский поражает Ярла Бюргера». Картина 1904 года. На картине мы с вами видим, как в Невскую битву Александр вместе со своей дружиной противостоит шведским войскам во главе Ярла Бюргера. Художник берет именно этот эпизод из всей битвы как ключевой и показывает поражение шведского предводителя. Говорят, что сам титул Ярла, а это титул великих королей, что этот титул Бюргер получил спустя 8 лет после Невской битвы, а она проходила 15 июля 1240 года. И, конечно же, говорят, что вообще не было поединка. Однако поединок был, об этом говорят летописи наши, русские. А в «Житии святых» вообще указано, что Александр Невский поразил Бюргера своим острым копьем. Также мы видим, что сам князь Александр изображен с нимбом, это знак святости. Еще одна картина, которая говорит об Александре Невском, эта картина имеет название «Русская война» и также «Александр Невский». Была написана в 1942 году. Это уже второй вариант, который написал художник. В 1940 году он пишет картину «Александр Невский», но на одной из многочисленных выставок, которая проходила в Индии, картина была куплена, и поэтому сейчас мы не знаем ее судьбы и не знаем даже, как она выглядит. Ну а вот этот вариант картины нам хорошо известен. Находится картина сейчас в частной коллекции в Индии. Эта картина посвящена побоищу на Чудском озере, еще ее называют «Ледовое побоище», которое происходило 5 апреля 1242 года. Что мы с вами видим? Видим князя Александра, его дружину. Это уже конец сражения. Мы видим, как конь князя ступает осторожно по склону холма вдоль озера. Кругом тела поверженных врагов, какие-то щиты, оружие и так далее. На картине мы видим, что битва завершена победой, однако князь Александр идет с опущенной головой. И художник нам дает понять, что думы одолевают и князя, и русских людей. Что будет? Что будет в будущем? Ведь известно хорошо, что не только с запада шел натиск, но в это же самое время и с востока была угроза русской земле. Как бы то ни было, и на картине, и в жизни Александр придерживался девиза «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова